Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Во-первых, по поводу мамы и по поводу того, что вы хотите ей что-то объяснить. Здесь, пожалуй, надо бы уточнить обязательно, сколько вам лет. Здесь, пожалуй, обязательно нужно выяснить о каких вы отношениях с мамой. Вообще, вообще в каких отношениях с мамой вы в принципе. Вот. Здесь необходимо понять до конца чего хочет ваша мама. Вообще. Чего хочется вам. Опять же, вообще. Вот. И уже из этого исходить в своём поведении. Но. Хочется вам сразу сказать, что обещать вашей маме что-либо совершенно бесполезно. Потому что, если она вам выбирает мужчину, то это может означать для вас только то, что она вас гипероплекает. А гипероплекает. А гипероплека – это определённая, довольно такая чёткая, если можно выразиться так, модель поведения. Вот. И, соответственно, эту модель поведения у мамы вашей никак не переделать. При всём желании. Поэтому, когда вы ей пытаетесь что-то объяснить, когда вы ей пытаетесь что-то донести, ну вот до неё пытаетесь что-то донести, она это, скорее всего, воспринимает как то, что вы в себе не уверены. Пусть даже это и не так. Поэтому, единственная адекватная здесь модель поведения – это ничего не объяснять. Просто занять свою чёткую позицию по любому вопросу, неважно даже по какому, и приготовиться к тому, что ваша мама, она будет на вас давить, она будет негативно воспринимать то, что вы выбрали, и она будет пытаться вас переубедить снова и снова. Но после ряда причин, после ряда ошибок, после ряда неудач, она поймёт, что в эту дверь биться нельзя, в эту дверь включаться не имеет смысла. Она поймёт, что вы упёрлись, и упёрлись довольно-таки серьёзно. И, соответственно, рано или поздно ей придётся искать какие-то другие пути взаимодействия с вами. Тут нужно отдельно сказать, что если человек вас любит, ну давайте мы будем исходить из этого, что она вас любит, то в итоге, именно так это постарайтесь понять, именно так постарайтесь это воспринять, в итоге, то есть в итоге это означает, ну в конце, в конце. Она всё-таки примет ваш выбор в итоге, потому что у неё, у самой выбора другого не будет, кроме как принять ваш выбор. Вот, простите, пожалуйста, за, может быть, автологию такую, да, но тут как бы к слову пришлось. Вот, то есть ваша мама примет вашу победу, так или иначе. Она её примет, просто для этого ей потребуется всё время. И ваша, скажем так, немножечко может быть пассивное сопротивление. Вот, по-другому здесь, к сожалению, никак не получится. По-другому мама просто не будет воспринимать то, что вы говорите, то, что вы делаете, то, что вы хотите. Вот, ну, такие вот, к сожалению, родители. Вот. Это нужно принять. То есть объяснить, что либо вашей маме невозможно. Надеюсь, в данный момент вы, может, как бы для себя постарайтесь прояснить, ибо он важен, действительно. Далее. Вы говорите о некой сексуальной совместимости, которая меня немножечко насторожила. Я поясню, почему. Дело в том, что с учётом того, что ваша мама является, скажем так, гиперопекающей, то есть она вас гиперопекает, ваших мам, Ваши представления о мужчинах могут быть, ну, знаете, не то чтобы прямо плохими, не то чтобы неправильными. Я не хочу так говорить, это было бы неверно. Просто вы можете не совсем объективно воспринимать мужчин и можете идеализировать близость с ними, поскольку, как правило, ещё раз повторю, как правило, значит, гиперопекающая мама приводит к тому, то есть как бы подталкивать своего ребёнка к тому, чтобы идеализировать мир вокруг. И вот это, пожалуй, является самым таким скверным в данной ситуации, потому что это может сыграть с вами довольно злоу счёт. А сексуальной совместимости нет, на самом деле. Есть, да, чувственная совместимость, есть духовная, безусловно, есть некие, как бы, ну, некоторые моменты, связанные с тем, что у людей всё-таки, ну, должно быть что-то общее, это безусловно. Это безусловно, вот, но нету каких-то вещей, связанных с сексуальной совместимостью. Поэтому здесь очень важно понять, насколько вы самостоятельны в выборе мужчин. То есть вот не является ли выбор вашего мужчины, которого вы выбрали, таким своего рода бунтом или антисценарием, значит, по отношению к вашей маме. То есть вот ваша мама выбрала вам одного мужчину, вам одного мужчину, вам это, допустим, не понравилось, и вы, или просто вам это не устраивало, и вы, значит, выбрали другого мужчину, и вот, как бы, полная противоположность того, что выбрала вам ваша мама. Вот. И, как бы, не говорю, что ваша мама, она выбрала правильного мужчину, нет. Но и вы можете выбрать точно так же мужчину не совсем правильного, хотя бы потому, что он не свободен. То есть вот насторожило меня то сочетание, с одной стороны того, что мужчина не свободен, с другой стороны, что вы говорите о сексуальной совместимости и то, что у нас такая вот гиперопекающая мама. Вот эти вот вещи все вместе немножечко меня насторожили и заставляют вам задать вопрос, который я, в принципе, вам задал, да, то есть вопрос такой, насколько вы самостоятельны при выборе мужчин, вот, и насколько вы, ну, как бы, свободны в плане воли. То есть вот, тут нужно понимать, да, что когда вы говорите, что вот я хочу, хочу, там, например, например, чтобы мама, там, грубо говоря, меня поняла, да, я хочу, чтобы мама, мама, там, ну, ко мне как-то прислушивалась, вот, и так далее. Тонкость вся в том, что вам это нужно, если вам нужно, нужно, чтобы мама вас, ну, как-то, может быть, поняла, как-то одобрила, ну, вот. И возникает вопрос, а зачем вам это? Зачем вам ее одобрение? Для чего вам это нужно вообще? Понимаете? Вот. Что вы будете делать, если, например, одобрения, грубо говоря, не будет? Как вы будете покупать в этом случае? То есть, вы понимаете, возникло ощущение, такое ощущение, что вы, как бы, ведете спор со своей мамой. И аргументом в этом споре, в том числе, является и мужчина. Понимаете? И вот это, пожалуй, самое скверное тоже в вашей истории. Я, безусловно, не претендую на истину здесь, но мне кажется, что об этом вам нужно подумать. Далее. Почему вы выбрали себе не свободного мужчину? То есть, вот, если мужчина не свободен, да, то зачем он вам тогда? Это нужно относиться к себе определенным образом, чтобы позволить не свободному мужчине вступить с собой в отношениях. Либо, тут есть другой момент, например, связанный с тем, что вы испытываете какую-то проблему с отцом. То есть, вы, как бы, вот, в мужчине видите отца и пытаетесь, ну, потому что фигура отца, она у вас вообще практически отсутствует. То есть, ее нет. Я не могу не сделать предположение о том, а вдруг у вас есть проблемы с отцом, ну, во взаимоотношениях с отцом либо его вообще не было, либо вы не так близки с ним. Вот. И, соответственно, вы нуждаетесь вот в этой вот мужской любви, мужской заботе, мужском тепле, и вы выбираете мужчину подсознательно, да, вот такого вот, который не свободен. Для того, чтобы доказать, может быть, себе и ему, что вы, там, ну, например, что вы достойны, что вы достойны любви. То есть, вы через этого мужчину пытаетесь, как бы, добиться любви, да, отца. Опять же, я не говорю, что это именно так, вот, но какие-то вещи могут на это указывать. И если это так, то, соответственно, нужно как-то корректировать себя, нужно как-то корректировать свое поведение, да, потому что все-таки, ну, мужчина в любом случае, какой бы он ни был, да, мужчина, это мужчина, он не ваш отец. Если вы пытаетесь доказать себе через него, что вы достойны любви, например, то это, знаете, ну, по меньшей мере, в мире безыспечно заняться трудоемкой, ведущейся в никуда. А по большей части это то, что ведет вас, может вести вас к определенному опыту, негативному опыту, который может для вас быть весьма-весьма неприятным. Поэтому об этом тоже я рекомендую вам подумать, то есть как вы к себе относитесь, что считаете возможным быть в отношениях с тем, да, кто как бы не свободен, кто не принадлежит вам. Знаете, какая штука, если вы считаете, что человек может быть с вами, но при этом может быть с кем-то еще, то здесь возникает вопрос, а насколько вы, например, любите, уважаете и цените себя, допустим, понимаете? И вот этот момент, он является важным, потому что если вдруг вы себя как-то не цените, если вдруг вы себя как-то не уважаете, если вы вдруг как-то в себе сомневаетесь по каким-либо причинам, то в отношениях вам быть тоже очень опасно. Потому что люди другие, мужчины, они, ну, мужчины-люди, неважно, они могут этим воспользоваться. Обсознанно или нет, они могут этим абсолютно воспользоваться, понимаете? И вам причинить боль, и ваш опыт негативный, он потом приведет к тому, что вы будете, там, как-то, ну, например, опасаться чего-то, да, или бояться, или чего-то еще. Вот. То есть, если вы этого не хотите всего, то я рекомендую вам, чтобы об этом подумать. Вот. То есть, нравится вам мужчина, который нравится? Ну, хорошо, пусть будет так. Так, если вам нравится, то все здорово, на здоровье. Вот. Но... В первую очередь, нужно думать все-таки именно о себе, понимаете? Вот. Если вы о себе не позаботитесь, то мало кто еще о вас позаботит. Ну, в жизни. То есть, пока мама есть, она позаботится, конечно, а если мама не будет, что тогда? Понимаете? То есть, вот, это, на мой взгляд, очень важная вещь, на которую я рекомендую вам подумать, не торопиться с решениями, не торопиться с выбором, с выводами и так далее. А, значит, в чем я с вами согласен, да, еще раз? А, согласен я с вами в том, что мама не должна выбирать за вас мужчину. Это действительно неправильно. Также справедливо и то, что мама, она, скорее всего, по-другому не может. То есть, она это делает вот просто потому что. То есть, для нее, для нее нет адекватного объяснения, почему она это делает. Ну, вот, вы считаете, что она может выбирать вам мужчину, но она и, соответственно, и выбирает его. Ей нравится вам это или нет, это реальность. Вот. И чем быстрее вы эту реальность примете для себя, чем быстрее вы ее для себя, как бы, сделаете частью вашего мира, тем будет лучше. Вот, для вас лучше будет. То есть, в этом плане я с вами полностью согласен. Проблема видится мне в выборе вашего мужчины. То есть, в том, как вы выбираете мужчину. Вот. Вот в этом мне видится проблема. И, соответственно, если вы эту проблему как-то готовы разрешить, или если у вас есть готовое решение проблемы, может быть, что-то еще, то все здорово. Какое будущее вы видите для себя в отношениях с этим мужчиной, который не свободен? Понимаете? Я это спрашиваю не просто так, а чтобы, опять же, чтобы вы себе не навредили сами. Понимаете? Вот. То есть, очень важно, очень важно, чтобы в отношениях, в любых, вы не теряли себя. И либо будете обесцениваться постоянно. Ну, то есть, либо вы постоянно будете в позиции обесцениваться на хадису. Либо люди будут постоянно вам навязывать что-то, значит, твое, имеющее к вам, ну, весьма-весьма посредственное отношение, я не уверен, что вы этого хотите. Вот. Поэтому здесь вот я рекомендую вам, тут тоже, как следует подумать на эти темы, на эти темы. Вот. Значит, давайте еще сейчас посмотрим ваш вопрос. Ничего я не забыл. Так. Значит, мама видит в качестве мужа молодого человека, хорошего, порядочного, семейного, тихого, как видит всем, все как видит мама. Ну, не знаю, почему все как видит мама. То есть, если у вас явно тоже какое-то проявление борьбы идет со своей мамой. То есть, ну, как будто бы вы пытаетесь что-то противопоставить маме своей. Вот. То есть, как будто бы, знаете, даже вот этот вот, этот текст письма вы используете как плацдарм, как плацдарм, плацдарм для борьбы, плацдарм для борьбы с мамой. Вот, понимаете, о чем я говорил, о чем я говорил как раз, когда вот рассказывал об аргументе, понимаете, да, какая штука. Вот. Это нужно обязательно учитывать, да, потому что, ну, далеко не все мамы видят мужчин, мужей так. То есть, ваша мама видит его так, это, ну, как бы, это ее, именно ее только видение и все, как бы. Вот. Ну, повезло вам так, в кавычках, да. Вот. Дальше. Значит, так. Ну, мне, как дочери, как девочке, я на каком-то уровне понимаю, что человек хороший, но не чувствую его в качестве мужчины, в качестве своего мужчины, от которого я чувствую себя счастливой. Эта эмоция, сексуальная совместимость, это просто совместимость всех души. Ну, вот это вот, про то, что вы идеализируете. Понимаете, совместимости такой вот идеальной, ее нет. Я бы на вашем месте не искал бы эту совместимость. Опять же, почему не искал бы, да? Потому что есть риск, что вы ее просто не найдете. И есть риск, что вы просто так и будете прибывать, в, ну, вот в таком поиске, в постоянном, в постоянном поиске будете прибывать, и в итоге ничего хорошего из этого не выйдет для вас. Ну, по ряду причин, да, по ряду причин ничего из этого хорошего для вас не выйдет. Совместимость люди, как правило, создают сам. То есть путем принятия человека другого, путем его, ну, путем того, что они видят в нем хорошее только. Вот. Понимаете? А не так, что вы встретите однажды кого-то, с кем у вас будет, там, идеальная совместимость. Такого ждать, по самом деле, не нужно. Вот. То есть отношения – это работа. И ваша мама, она понимает, что это слишком гипертрацировано. Возможно, она считает, что отношения всегда должны быть в виде работы. Этот перегиб – это, ну, тоже неправильно. То есть подобный перегиб, он тоже не имеет места быть. Потому что отношения, да, в некоторой степени это работа, но все же это и удовольствие, то все наслаждение и непосредственность, понимаете? Вот. А понятно, что в тех отношениях, которые предлагает вам ваша мама, никакой непосредственности речи не ведет и близко. Вот. Поэтому здесь, опять же, я могу вас вполне понять. Понятно. То есть тут вот есть тонкости, да? Тонкости, согласно которым перегиб в одну или в другую сторону ведет к искажению реальности. Вот. Дальше. Значит, так. 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 Я чувствую себя... Так, от которого... Вот смотрите, вы пишите. Я понимаю, что я короче, но не чувствую его в качестве мужчины, в качестве своего мужчины, от которого я чувствую себя счастливой. Это эмоции, сексуальная совместимость, да, просто совместимость тела в душе. Я к вопросу. Я, если честно, не очень понял, что именно здесь вы спрашиваете. То есть в чем вопрос заключается? Если вы говорите здесь как бы в продолжении темы, как решить ситуацию, то, в принципе, на этот вопрос я вам отвечаю сейчас. Вот что именно спрашиваете вы в этом моменте, не очень понятно. Поэтому здесь как-то вот, ну, либо вы старайтесь прояснить, да, то, что именно вы спрашиваете. Вот. Потому что не ясно. Вот. Либо вы ошиблись. Но в целом, в целом вы говорите вещи правильные. И пишите вы также вещи правильные, те, которые, ну, в общем-то, имеют право на жизнь. Потому что, ну, в любом случае, мужчины, каким бы ни было, да, это в первую очередь... Ну, в первую очередь, это именно ваш выбор. А вот это не выбор мамы, и... Как бы... В этом вы правы. Вот. Значит, дальше. Есть человек, от которого я люблю, но он не свободен. Как мне своей маме объяснить эту ситуацию? Что у вас есть несвободный молодой человек, а зачем ей это объяснять? Для чего ей знать, что у вас есть несвободный молодой человек? Понимаете ли вы, вот, сами для себя, значение, именно значение? Слово, личная жизнь. То есть, что это такое личная жизнь? Как она понимается, личная жизнь? Что из себя представляет личная жизнь? И так далее. Потому что у меня складывается такое чувство, что... Ваша личная жизнь должна быть известна вашей маме. И причины этого, причины такой неавтономности... Я, в принципе, уже облучивал, как бы мне... Не хотелось бы, наверное, делать это еще раз. Просто я хочу вам здесь немножко вот отметить, да, что... Ну... Не должна ваша мама никаким образом участвовать в вашей личной жизни. Никак. Это ваша личная жизнь. Она на то и ваша, что она ваша. И никого больше личная жизнь ваша не касается. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то, понимаете? Какая штука. Какая штука. Какая штука. Вот. И... Все. В принципе. В принципе, все. Вот здесь. Вот ничего маме объяснять не нужно. Отсчитываться перед ней не нужно. Если вы считаете, что должны отсчитываться перед ней, ну, это уже особенно чисто ваше. То есть, тут как бы, ну, можно говорить о том, насколько мама влияет на вас, и насколько вы вообще руководствуетесь ее какими-то взглядами, там, утверждениями, даже просто подознательно, не отдавая себе в этом отсчет. Так. Дальше идем. Дальше идем. Дальше идем. Так. Я думаю, что вам нужно отдаляться от своей мамы, да, то есть, ограничивать себя и ее, вот, и проводить как можно более четкие границы между тем, где вы и где мама. И чем лучше вы будете это делать, чем эффективнее вы будете это делать, тем лучше будут складываться ваши отношения с молодыми людьми, самой собой и так далее. Ну, это все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok